Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Обмен опытом с иностранными коллегами. В Анапе принимали делегацию из Австрии. Президентом может стать каждый. Выборы школьного самоуправления прошли во всех школах Анапы. Богатый урожай винограда и по форме, как гроздь янтарной ягоды. Поселок Виноградный в центре внимания работников сельского хозяйства и в материале Алины Гумеровой. Имя поселка Виноградный дано не просто так. Существует легенда о названии. Бог виноделия Дионис, очутившись в этом райском уголке, был поражен превосходными условиями для своего любимого растения винограда. И если посмотреть на поселок сверху, то его границы четко совпадают с виноградной кистью. Бог виноделия решил, именно здесь и должен расти самый лучший виноград. Приняв такое решение, Дионис незамедлительно посадил лозу в землю именно там, где теперь находится поселок Виноградный. Виноградерство виноделия – ведущая отрасль экономики Анапского района. Всего на территории муниципалитета находится 2 990 гектаров виноградников. Из них 1980 гектаров уборочная площадь. Сезон сбора урожая приближается к завершению. Ежедневно проводится уборка винограда на полях Анапы и ее окрестностей. Уже собрали более 11,5 тысяч тонн при средней урожайности 65 центнеров с гектара. Анапа всегда славилась своим виноградником, своим виноделем. И поэтому мы считаем, что развитие виноградовства и увеличение площадей винограда. Во-первых, у нас земли очень подходящие для винограда. И вина, которые получаются из нашего винограда, и урожайность, я считаю, что это необходимо увеличивать и продолжать наращивать темпы виноградарства в Анапском районе, чтобы он всегда оставался виноградарским. В сборе урожая участвуют местные жители. За группами закреплены 11 единиц техники. Грозди собирают в ящики, высыпают в чан. Здесь растет несколько десятков сортов. Осталось убрать 90 гектаров виноградников сорта Каберне. Этот сорт считается одним из лучших для получения красных столовых, десертных и крепких вин. Достаточно богатая технологическая карта. Тут, начиная от технических, грубо говоря, люди называют винных, которые идут на переработку и приготовление соков, вина, так и столовые сорта, которые идут в свежем виде в употреблении. Собранный урожай технических сортов винограда пойдет на производство столовых и специальных вин анапских винодельческих предприятий. Такие вины отличают высокое качество, они экологически чисты, обладают прекрасными вкусами, ценными лечебными свойствами. Сбор урожая планируют завершить полностью до 25 октября. Продолжаем выпуск. Делегацию из Восточного Тироля, регион Австрии, встречали в Анапе. Сотрудники и депутаты парламента Национального совета Австрии и инвесторы прибыли в наш город со знакомительным визитом. О возможностях экономического сотрудничества и инвестиционном потенциале сторон говорили за круглым столом в администрации Анапы. Встреча представителей власти и бизнес-сообщества двух стран состоялась в рамках подписанного в 2013 году соглашения о сотрудничестве администрации Анапы и муниципального образования Санкт-Якоб Восточного Тироля. Австрийцы приехали к нам со знакомительным визитом. Заместитель главы Анапы Яна Дуплякина рассказала гостям о лучших инвестиционных площадках курорта. Проекты, соглашения по которым уже подписаны на сочинском форуме, представили сами инвесторы. У нас на самом деле десятки проектов, все они на разных стадиях готовности. То есть есть проекты, где мы просто продаем землю, есть проекты, где мы сами строим жилые комплексы. Иностранцы не скрывают своего интереса к инвест-приложениям в сфере туризма. Цены на отдых, курортная инфраструктура и, конечно, уникальные методики санаторного лечения. Вопросов было немало. В программу пребывания анапские власти включили обширную экскурсию по городу-курорту и знакомство с ведущими предприятиями санаторно-курортной отрасли. Первый вице-бургомистр города Линц, столицы Восточного Тироля, Майнхарт Паргер, поблагодарил анапчан за гостеприимство. По итогам визита стороны договорились активно развивать деловые и культурные связи. На этой неделе православные христиане отмечали праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В честь праздника сотрудники Анапского комплексного центра социального обслуживания населения совместно с городской библиотекой, филиалом номер два, организовали выездное заседание в храме иконы Божией Матери Державной Владимирского прихода. Приглашенные участники клуба по интересам интеграции, люди с ограниченными возможностями здоровья. Участники клуба интеграции уже не в первый раз собираются вместе. Третий год на базе Анапского комплексного центра социального обслуживания для них проводятся мероприятия, способствующие сплочению и развитию творческих способностей. На празднике Покрова Пресвятой Богородицы члены клуба приняли участие в молебне, который провел настоятель Владимирского прихода Протеирей Петр. Для них это, как всегда, праздник, потому что это встреча друзей, это общение. То есть смысл, главная цель нашей работы – это достижение того, чтобы каждый из них себя чувствовал таким же нормальным человеком, членом общества. В клубе сегодня 57 человек с особенностями физического здоровья. Возраст от 18 до 40 лет. Заседания в клубе интеграция проводят в форме тематических занятий, встреч с психологом в виде тренингов, упражнений и мастер-классов. Сегодня у нас клуб интеграции пригласили на мероприятие, посвященное Святой Богородице Покрова, праздник Покрова. Нам только нужно, чтобы город не забывал нас, и мы были счастливы и рады встречаться в любых таких местах, и в церкви, и в кинотеатры мы ходим, и в музеи посещаем. После молебна всех пригласили в библиотеку на просмотр тематического фильма «Ичаепитие». Анапский комплексный центр социального обслуживания приглашает людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 40 лет в клуб интеграция. За подробной информацией обращаться по адресу улица Астраханская, 88А и по телефону 4-31-48. И к другим темам. Учащиеся и преподавательский состав школ сделали свой выбор. 15 октября во всех школах прошли выборы президентов школьного самоуправления. За ходом голосования и подсчета голосов в школе номер 7 следила наша съемочная группа. Учителя и учащиеся школы номер 7 активно голосуют. Явка на избирательный участок стопроцентная. Через несколько часов голоса подсчитают и объявят результаты. Кандидат на пост президента Изабелла Андреасян, ученица 9 класса, еще не знает. Она набрала в два раза больше голосов избирателей, уверенно оторвавшись от конкурента. Активная девушка, красавица-вокалистка, сейчас участвует в конкурсе в Санкт-Петербурге. Развитие творческих способностей в таланты – одно из направлений ее программы. Президент детской школьной республики – это своего рода тот лидер, за которым идет детский коллектив. И, естественно, этот лидер должен находиться во взаимодействии не просто с одними детьми или с какой-то кучкой детей. Он должен уметь организовывать массовые мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, на повышение качества успеваемости. Ребят в школе приучают выбирать лидеров и проявлять качество организатора на высшем уровне, нести ответственность за свой выбор школьного правительства. На Кубане это в первый раз всеобщий, всекубанский день голосования среди школьников по выборам школьных лидеров, как бы школьных президентов. Для детей, я думаю, это будет очень интересно, потому что дети первый раз в своей жизни голосуют, тем более старшеклассникам, многим уже сейчас 16-17 лет. Через год-два они также смогут принять участие уже в совсем настоящих выборах, и это для них как бы хороший жизненный опыт. Президент школьного самоуправления выбран. Теперь состоится инаугурация, а вскоре и президентский бал. Новости спорта продолжает выпуск. Ханапчанки привезли золото и бронзу с первенства мира в Сеуле. Подробности в сюжете. Движение похоже на танец. По татаме-босиком движутся титулованные ножки юных ханапчанок. Самбо – это безупречное владение телом и его ритмами. Лена Брылякова и Кристина Усова доказали всему миру, что могут уложить на лопатки лучших самбисток. На первенстве мира по самбо в Сеуле Лена в своем весе стала чемпионкой, а Кристина заняла третье место. Нам, как учителям, что нужно? Посадили деревья и ждем плод. Вот сегодня этот плод нас очень обрадуется. Они родные нашим обчане. Доказывает весь наша страна, есть у нас такие вот талантливые дети в Анапе. Обе спортсменки занимаются борьбой уже более 10 лет. Начинали с простых кувырков и разминок, затем отрабатывали приемы. Броски огоше, сотагарь – это как А и Б для первоклассника. Чтобы отработать один элемент, нужно повторить его 3000 раз. Каждый элемент еще имеет более десятка вариаций. Лена и Кристина отработали за свою спортивную карьеру более тысячи. Подготовка к соревнованиям любого масштаба – ежедневный труд. Подготовка физическая и моральная. Это иногда выходишь на схватку, и морально, если не подготовился к этой схватке, ты можешь быть подготовленный физически, но ты можешь проиграть схватку. Я расстроилась, потому что я знала, что я могу лучше отбороться, быть выше третьего места, но не получилось. Что повесело? Может, наверное, не настроилась на схватку или переоценила соперника и недооценила. Однако бронза волевой Кристины для многих спортсменов – это недостижимый результат. С Кристиной всегда рядом тренер. Помогает провести работу над ошибками. И победы, и поражения, и слезы, и всякое бывало, конечно. Но на сегодняшний момент они уже представляют страну, национальной сборной. Это не одним моментом, а это годами все складывается. Еще все впереди, только в начало их небольшой спортивной карьеры. Вкус победы, самой первой и самой неожиданной, Лена Брылякова помнит с детства. Очень переживала перед первыми соревнованиями. Потом я пришла домой, показала медаль, родители говорили, мы же говорили, что у тебя получится. Скорость и точность каждого броска воспитанница детско-юношеской спортивной школы номер 4 оттачивает часами. И вот на шее заслуженное золото мира. С этой девочкой я уже боролась, и в предыдущий раз я ей проиграла. И это был реванш. Я поняла, что ничего особенного в ней нет на самом деле, что все задачи решаемы. Я боролась в первый день, а Кристина во второй день боролась. Я слышала, как она на трибунах болела за меня. И не только она, вся сборная России, очень дружная сборная у нас. И за Кристину я точно так же болела на следующий день. Леонид Брюляковой присвоит звание мастера спорта международного класса. Это высшее звание, которого на сегодняшний день добивались в спорте анапские самбистки. Напоминаем анапчанам, в субботу, 18 октября, в Доме культуры молодежной пройдет первый в этом сезоне День здоровья. Задачу организовать и провести новый цикл Дней здоровья в Анапе поставил глава города-курорта Сергей Сергеев на планерном совещании. Первый из Дней здоровья пройдет в городе, а затем во всех сельских округах. С 9 до 14 часов в Доме культуры молодежной можно будет пройти обследование у кардиолога, эндокринолога и невролога. Прием будет вести лор-врач, окулист, терапевт, хирург. Проконсультироваться можно будет у педиатра, психолога, соцработника, а также измерить давление, рост и вес. К услугам анапчан лабораторная экспресс-диагностика, уровень галлюкозы и холестерина, ЭКГ, кардиовизор, УЗИ-диагностика, измерение внутриглазного давления. Прием будут вести врачи-специалисты городской больницы и Центра медицинской профилактики. День малых форм хозяйствования пройдет с 9 до 12 часов в селе Гайкадзор на улице Шаумяна, 75, район Дома культуры. 17 октября можно будет получить информацию и проконсультироваться у специалистов Министерства сельского хозяйства и прирабатывающей промышленности Краснодарского края и администрации Анапы, представители кредитных организаций Россельхозбанк, Сбербанк, Екатериненский и ветеринарного управления. В этот день будет организована ярмарка сельхозпродукции по ценам производителя и бесплатная лотерея. Главные призы – продуктовые наборы. Внимание! Экстренное предупреждение! 17-18 октября на территории Краснодарского края ожидаются сильные дожди, ливни с грозой. Усиление ветра до 20 метров в секунду. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает, будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. Сразу после заседания КЧС каждый из вас поднимет актив, и они должны обойти улицы и предупредить, что ожидаются сильные осадки, усиление ветра, может наступить отключение электроэнергии, прерывы подачи воды. С 11-12 часов завтрашнего дня и до 18 часов будет максимальное выпадение осадков с интенсивностью примерно за 1,5-2 часа месячное огромное выпадение осадков. Причем это касается всей территории муниципального образования города Куроптоно. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – магазин текстиля для дома премиум-класса «Махровый рай». Алые паруса, цветущая сакура, летний сад и миллион алых роз. Возможно ли это все сразу? Да, если вы в магазине «Махровый рай». Белье для сна и дома – приходи, выбирай. Это все «Махровый рай». Теперь по новому адресу. Торговый центр Рио, улица Горького, 18, напротив стадиона «Спартак». В пятницу 17 октября в Анапе облачно. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16-18, ночью до 16 градусов тепла. Ветер северо-западный, порывистый, до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 16 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и... Новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Новый замокです. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...